В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. В республике проводятся различные мероприятия по их профилактике. Сегодня в Доме правительства прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Интернет один из основных источников опасности. В сети десятки сайтов, призывающих студентов и школьников к экстремизму. Многие из них дают подробные рекомендации к действию. Несмотря на то, что специалисты Роскомнадзора ежедневно блокируют множество таких порталов, на их место быстро приходят другие. В Чувашском республиканском институте образования проводят курсы повышения квалификации для учителей, которые должны обеспечивать информационную безопасность в школах. Свободное же время детей должны контролировать родители, в том числе интересоваться сайтами, которые они посещают. Поэтому мы сейчас проводим большую профилактическую работу через родительские комитеты, попечительские советы, родительские собрания, для того, чтобы родители больше внимания обращали на то свободное время, когда их дети находятся в интернете. Это первое. И второе. К сожалению, надо сказать, что мы вынуждены сейчас приглашать экспертов из Казани, из Москвы, для того, чтобы они проводили курсы повышения квалификации. В первую очередь для наших работников, для студенческой общественности. То есть нет у нас специалистов, которые могли бы, будем говорить, доступно и толково объяснить те угрозы, которые таятся сейчас в сети интернета. Нужно обучать и классных руководителей. Как действовать, если они заметили проявление экстремизма у ученика, подчеркнул глава Чувашии. Когда классный руководитель в школе видит, что ребенок неадекватно себя ведет по поведению, они должны своевременно представлять эту информацию для того, чтобы специалисты уже реагировали, комплексно оценивали и с родителями приняли те или иные меры, которые мы обязаны принимать. А когда все это умалчивается, когда уже ЧП, это, я говорю еще раз, поздно. Особое внимание при профилактике экстремизма уделяется иностранным студентам. В республике сегодня в 15 вузах обучаются несколько сотен молодых людей из других государств. С ними регулярно встречаются представители учебных заведений, проводят беседы. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.